Мера пресечения – это не наказание. Это ограничение, налагаемое на человека в ходе производства по уголовному делу. Запрет определенных действий – один из самых мягких способов сдерживания. В отличие от домашнего ареста, он не предусматривает изоляцию подозреваемого или обвиняемого. Просто ему не всегда можно покидать помещение, где он живет, нельзя находиться в определенных местах или ближе какого-то расстояния от некоторых объектов. Ограниченному судом в действиях может запрещаться общение с рядом лиц, использование средств связи, интернета, управление автомобилем. Ограничения не обязательно должны налагаться все. Они могут по усмотрению суда в зависимости от характера преступления личности подозреваемого или обвиняемого налагаться как одно, так и несколько. Данная мера пресечения, она избирается в любой момент по уголовному делу. По процедуре аналогичной избрания домашнего ареста, то есть по ходатайству полномоченного лица от следователя, избирается она судом. При этом подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в пользовании телефоном, если речь идет о вызове скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае ЧП, при общении со следователем или дознавателем. Безусловно, данная мера пресечения расширяет сферу применения уголовно-профессионального закона, позволяет более эффективно пресекать возможные преступные действия со стороны обвиняемых подозреваемых, одновременно не налагая на них чрезмерные конституционные ограничения, что безусловно позитивно скажется на уголовном судопроизводстве, на досуденной его стадии в частности. Срок применения данной меры пресечения от 12 до 36 месяцев, в зависимости от степени тяжести преступления. В случае нарушения режима ограничений, данную меру пресечения могут заменить на более строгую.